Довольно печальным образом сложились последние выходные дни для пешеходов на Свердловщине. Совсем трагически, вчера вечером в самом молодом городе опорного края державы. Без 10-9, 29-летний водитель Мазды Тройки, довольно дисциплинированный судя, потому что ГИБДД числит за ним лишь три нарушения правил ДД, держал путь по улице Свердлова, города, как вы догадались, Качканара. Неожиданно для него, в месте совсем непредназначенном, да и просто малопригодном для пересечения проезжей части, появился человек. Причем он буквально налетел на машину, перебегая дорогу слева направо. Водитель остановить свою тачку вовремя не смог. Удар получился сильным. Скорая успела доставить пострадавшего в центральную горбольницу Качканара, но там вскоре выяснилось, что травмы его с жизнью несовместимы. Сейчас специалисты выясняют, все ли возможное сделал автомобилист для того, чтобы избежать наезда. Если выяснится, что все, и у него не было технической возможности спасти человека, то его самого это спасет от уголовной ответственности, но не от гражданской правовой, которая, как известно, наступает и без вины. И, например, расходы на погребение возместить придется. Ну а прямо в Рождество, буквально средь бела дня, в половине первого пополудни, гром грянул в сухом лагу на улице Свободы, которая представляет собой тишайшую чисто деревенскую улочку-узкоколейку, на которой едва разбегаются встречные годовые символы. Понятно, что для восьмилетней девочки она видится вовсе не как опасная проезжая часть, а просто как продолжение родного двора. Так что нет вопросов, почему ребенок выбежал на эту дорогу. А вот почему так гнал по ней взрослый 27-летний рулевой Тойоты Авенсис, у которого водительский стаж больше, чем та девочка, прожила на свете, возникают. Водитель автомобиля Тойоты Авенсис допустил наезд на девочку, которая выбежала на проезжую часть перед близкодвижущимся транспортным средством. У восьмилетней девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом правого бедра. Кстати, содержащиеся в сводке ГАИ утверждение, что наезд случился в месте непредназначенном для перехода, представляется довольно спорным. Попробуйте обосновать хоть одному из местных, что для того, чтобы сходить к соседу за солью через два метра напротив, он должен пройти квартал вперед или назад, и там на перекрестке совершить этот акт. А вот если соседа нет у дома, то ни слона хлебавшей еще раз пройти тот же путь обратно.